27 февраля в школе номер 13 была положена традиция новому для Копейска мероприятию. Турниру кадет «Георгиевская ленточка». Торжественная церемония открытия прошла в актовом зале учреждения. Первоначальная идея появилась у Владимира Григорьевича. Он заинтересовался нашими кадетскими классами и предложил какое-нибудь мероприятие придумать, продумать для ребят, которые учатся в кадетском классе. Чтобы это был не только кадетский бал городской и не только областная спартакиада «Юный спасатель», а чтобы дети уже с пятого класса в чем-то участвовали. Мы этой идеей заразились, нам эта идея понравилась. И совместно с Центром эстетического воспитания детей «Радуга» мы сели, создали оргкомитет и продумали мероприятия, чтобы они были разной направленности. Мы очень хотели бы, чтобы на этом турнире ребята больше занимались спортом. Во-первых, начнем с того, что здесь какие мероприятия. Это интеллектуальная викторина, это и биатлон, это и спорт, это и футбол, и туристическая эстафета, и это конкурс «Вальс Победы», это смотр, устро и песни. Дело в том, что это позволяет детям больше проявить себя, значит, какие-то лидерские качества. Во-первых, они там больше будут общаться, больше узнать историю. Это очень важно для военно-катрического воспитания. Первый в истории города турнир кадет посвятили маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. Поэтому и вопросы интеллектуальной викторины были на знание биографии «Четырежды героя Советского Союза». Сколько иностранных орденов получил Георгий Константинович Жуков? Команды, всего их было пять, по количеству школ, в которых есть кадетские классы, участвовали в этот день и в спортивных состязаниях. Соревноваться ребятам пришлось в биатлоне. Участников лыжной гонки поддерживали их одноклассники. Лёша! 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 Кадетам нужно было добежать до огневой позиции, где их встречали инструкторы. Стреляем с пневматической винтовки. Мишень максимально приближена к биатлонной. Значит, расстояние 10 метров. Сейчас вторую дистанцию, половину как может быстро. Снял с полеохранителя. Палец отсюда бери. Слева направо. Вот, молодец. У каждого участника получается по пять выстрелов, так же как в настоящем биатлоне, за исключением того, что они не бегут в штрафной круг, а им добавляется штрафное время за каждый промах. То есть за каждую не открытую мишень получается 10 секунд штрафа. Немного легче, чем другим, было кадетам 13-й школы. Трасса ребятам была уже знакома. На стадионе у них проходят уроки физической культуры. Много раз на время ездили, вот два круга только. Только не стреляли. Ты в школе, в классе самый быстрый? Почему ты первым бежал? Я так, я по скорости в рейте, но по лыжам я сам выстреливалась. Стрелять было очень сложно. Я даже запуталась немного и очень сильно устала. Ну, как бы очень большой круг, надо проехать. Самое трудное, мне кажется, было эта трасса. Я не могла на ней проехать, потому что мне кажется, она слишком кривой. Так-то стрельба мне показалась очень интересной. Давай, Лина! Давай, 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 давай! Бегами, беги! Давай, не останавливайся, беги, беги! Давай, 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 давай! 42-й ровно, да? Да. Теперь кадеты будут готовиться к другим испытаниям. А итоги всего турнира «Георгиевская ленточка» подведут 19 мая, после строевого смотра.